Привет! Сегодня мы посмотрим на писателя после реборка. Теперь он не управляет охотником, а сапается с ним местами. Посмотрим, насколько это полезно и интересно. У нас сразу есть одна книга, да. Как мне говорили, со второго этажа мы не можем сапнуться с охотником. И если мы не видим охотника, мы так же с ним не можем сапнуться. То бишь, с подвала, наверное, так же нельзя. Вкусно, обидно, бесполезно. Ну, возможно, найдутся какие-то применения. Кажется, охотник будет застанен на одну секунду. После того, как мы используем способность. А, возможно, зря. Ну ладно. Ну, в принципе, это вот так выглядит способность. Возможно, станет балетой, будет проще охотника. Возможно, станет балетой, будет проще охотника. Сделали бы двух выживших. Одному бы дали способность, которая слапается с охотником. А то этот реворк. Меня не радует. Я хочу за старого писателя поиграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я даже не знаю, как мне использовать способность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была хорошая способность, чтобы разорвать дистанцию с охотником. Например, если ты находишься за окном, за стеной. А сейчас, если охотник возле тебя, как её даже использовать, не знаю. Она, кажется, менее полезна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот я использовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не знаю. Мне просто такисатель нравился больше. Больше каких-то вариаций, более интересных способностей. Разве что вставать к палету и тогда использовать способность возможно. Это может быть палет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Пока.